Портал детали 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 Значит, поддержка словами, поддержками полетами. Но действия хотят. Но действия какой? Я увидел только одно действие из этого. Что еще 10 миллиардов долларов мы пересылаем Ирану. Помимо тех 6 миллиардов, сейчас еще 10. А так, конечно, поддержка. Так, конечно, как в Украине. Путин убийца, Си диктатор. Все это радуются. Поддерживая, признал геноцида армян. Украина нас через неделю отменил помощь армянам. По-моему, на 80 миллионов долларов. А так, конечно, поддержка в чем? Поддержка вот этой вот искусственной улыбки. Поддержка обещать жениться, но не жениться. Пусть опустят цены на нефть. Пусть перестанет сотрудничать с Ираном и с Россией. Давать им эти вещи. Пусть запретит наших университетов проводить пропаганду. Про-палестинскую, про-хамасовскую. Пусть перестанет давать визы этим людям приезжать в Америку. Или отказывать им визах. Какое-то действие принять. А в чем поддержка-то? Кроме того, что приехать и поговорить. Не, ну три авианосной группы пригнал. Это что, не поддержка? А три авианосных? А три авианосных? Не три, две. Ну, две, ну, хоть одна. Ну, третья там недалеко. Она, они могут разнести все к чертям собачьим. Ну, а терроризм ты авианосными группами не победишь. Хамасовцев-то, ну, авианосными группами ты не победишь. Это они показывают Ирану, что мы вот стоим. Ну, не нужно посылать авианосные группы и тратить на это еще миллиарды долларов. Когда просто можно опустить цены на нефть и задушить этих гадов, что в России, что в Иране, что в Венезуэле наших врагов. Просто им ценами на нефть. У нас самые большие запасы нефти в мире. Почему мы перестали их качать 21 января 2021 года? Когда это первое, что сделал президент Байден, придя к власти. И также забрав у Украины 280 миллионов долларов, это все в первый день. И передав их в палестинскую автономию. Это не поддержка. Это пока что все слова и все вот это вот, чтобы старосята все эти прыгали, хлопали в ладоши. И какая поддержка. Он приехал, он сказал. Такая же поддержка была и Украине. Рамштайн один. Перевернем землю с небом, сделаем то, сделаем все. Но в конце концов, действия нужны, а не слова. Действия. Какое, хоть какое-нибудь действие. Какое действие они. Ну сейчас вот заставили, правда, Израиль все-таки сделать перемирие на 4 дня и обменять заложников. Ну это вот они добились. Но это тоже спорно и все. Григорий. Ну, во-первых, я очень рад видеть не просто капитана, но капитана союзной армии. Это всегда приятно. Общаться с союзником намного приятнее, чем с противником. Да, спасибо. Это во-первых. Во-вторых, я позволю себе несколько иначе все-таки посмотреть. Я закоренелый оптимист, поэтому всегда люблю видеть половину стакана, которые наполнены, особенно если не наполнены чем-то содержательным. По поводу авианосных групп. Безусловно, для того, чтобы воевать с террористами, не нужны авианосцы. Но все-таки у меня складывается ощущение, что в контексте вот этой войны, которая произошла, Израиль лишь один из многих элементов. И, возможно, даже элемент не центральный. Поэтому давайте не будем забывать, что авианосцы – это не только платформа для размещения самолетов, но еще в составе авианосной группы есть средства, очень мощные средства противовоздушной обороны. И давайте не будем забывать, что впервые в истории войн произошла ситуация, когда Израиль, втянутый в конкретную войну, в том числе защищался ПВО военно-морского флота США. Я говорю о том, как в первые дни войны с американских эсминцев были сбиты беспилотники, которые шли для того, чтобы совершать огневое поражение по нашему стратегически важному порту Эйлату. Это первое. Второе – мы получили очень большую помощь в виде боеприпасов вооружения и амуниции, что тоже как бы не лишнее, учитывая масштабы этой войны. Так что я все-таки… Но перед этим, Григорий, незадолго до этого склады были опустошены, которые у нас находятся, и вся амуниция была переброшена в Украину. Это не совсем так. Давайте не будем, как говорят у нас у евреев, путать кислое с пресном. Были опустошены те склады, которые американцы попросили у израильтян разместить свои собственные склады. Нет, понятно, это американские склады. Но я поясню, я в теме, я в теме тут, я в теме, извините, пожалуйста, я в теме. Это склады, это называется prepositioning. Это у нас есть в наших союзных странах, где мы эти склады, мы складываем, что на случай оружия эта страна может, ключ у них от этих складов тоже есть, они могут их вскрыть и использовать это оружие во время войны. То есть, если Израиль вступает в войну, они эти склады могут открыть и использовать. Это такой ленд-лиз своего рода. И использовать наше оружие. Но оружие на этих складах наше. Все верно, правда, без нашего разрешения не могут. Кое-когда началась война в Украине, оттуда с этих складов, совместным решением между США и Израилем, Израиль одну с Соединенными Штатами Америки не опустошил, но многое, что оружие ушло, которое нужно возместить Израиль. Это такое совместное было решение. А оптимисты, это, конечно, не только оптимисты, у нас в вооруженных силах говорят оптимисты, это пессимист, у которого недостаточно информации. И противовоздушный оборот, то, что наши эсминцы сбили, и то, что наши авиационные группы, да. Но это мелочно все, вот с моей точки зрения. Почему? Потому что до сих пор два, уже месяц, как идет война, месяц обстреливаются наши базы в Сирии и наши базы в Ираке. Ответ практически нулевой. Ну, никакой. Разбили там парочку. Сбили наш дрон. Дрон, который на минуточку, как говорят у нас, набрать не стоит 350 миллионов долларов. И какой ответ на это? Никакого. Они сбивали этот дрон до этого при Трампе. Так он послал нашу группу быстрого реагирования на Иран сразу же. Потом сказал, сколько людей там погибнет. Сказали, примерно 200. Сказал, ну ладно, 200 людей гражданских не будем. Из-за этого и развернул. И вернулись. После этого никаких наших дронов не сбивали. А тут русские сбивают наши дроны. Иранцы сбивают наши дроны. И стоит наша авианосная группа. И по этому поводу ничего не делает. Ну, вот в мое время, когда я служил, такого вообще... Так, а почему, Юрий, почему? Потому что нет политической воли. Потому что у нас слабак в Белом доме. Или коллаборант. Или это демократическая соровская свора. Коллаборанты с ними. Почему у нас не забрятят про палестинский, про хамасовский протест? Где это видно? Что врываться в Белый дом, врываться в Капитолий. Врываться, свастики писать, свободу Палестине. А на домах политиков, демократов, кстати, в основном. Чтобы они срочно прекратили помощь Израилю и стали помогать. Почему этих людей не арестовывают? Те, которые протестовали 9 января 21 года. Прошу прощения, 6 января 21 года. Им чуть ли не по 20 лет влепили. За что, непонятно. Сейчас это выходит... Вы имеете в виду штурм Капитолия? Да, да. А этих тут, они правда штурмуют. По-настоящему штурмуют. Но их даже не арестовывают. Почему? Потому что это их электорат. Это их электорат. Те, что были 6 января, это не их электорат. Это электорат их противник. Поэтому им надо влепить максимум. А здесь это их электорат. Поэтому они могут из Капитолии ворваться по-настоящему. Устроить там демонстрацию. И тоже как раз во время голосования помощи для Израиля и Украины. Но пока что никто из них в тюрьме не сидит. Господа, как вы считаете, у нас объявлен второй этап войны. Второй этап войны в Газе. То есть идет зачистка, идет уничтожение Хамаса, как было объявлено. А вообще, возможно ли в принципе зачистка газа и уничтожение Хамаса? Потому что Хамас, это же не только физические, так сказать, боевики. Это в принципе идеология. Это тот же самый ИГИЛ, исламское государство. Как вот, например, американцы боролись с ИГИЛом? Было ли что-то подобное? Ну, Григорий, ваш черед отвечать. Ну, по поводу американцев, я думаю, что Гарри лучше мне ответит. А я, с вашего позволения, отвечу по поводу возможности уничтожить Хамас. Я считаю, что, безусловно, его можно уничтожить и нужно уничтожить. Но должны быть действия комплексные на трех уровнях. На уровне тактическо-оперативном, на уровне действия спецслужб в Израиле и за рубежом и на уровне политическом, геополитическом. Начнем с тактическо-оперативного. Последовательные, грамотные, неспешные действия нашей армии. Такого плана, как предпринимались до сегодняшнего дня. Кстати, между прочим, одна из причин, почему Хамас посол сейчас на перемирие и, в общем-то, выпрашивал его. Я, кстати, считаю, что наши переговорщики очень продешевили. Израильтяне – хорошие вояки, но очень плохие переговорщики. Им нужно было квартирного маклера взять в переговорную группу. Он бы лучше помог составить текст договора. Так вот, одна из причин, почему Хамас так, собственно, вдруг согласился. Наши войска развернулись в сторону Ханьюнаса, а вся верхушка Хамаса и все, так сказать, их оставшиеся еще в живых отборные части, после того, как мы захватили Газу, именно город Газу, и зачистили больницу Шифа, они переместились в Ханьюнас, и там сейчас их главное сильное внизу. Так вот, после того, как перемирие будет закончено, я уверен, наша армия делает работу. У Биби не будет вариантов, просто он сегодня пообещал народу, что война будет продолжена, ему дадут ни слева, ни справа от этих обещаний отказаться. Так вот, это первый уровень тактическо-оперативный. Второй уровень. Я вот в воскресенье участвовал в закрытой зум-конференции, которая была организована Министерством по делам для российских блогеров и журналистов с разъединением израильских птиц. А, Григорий, у вас что-то барахлит интернет, прерывается все. Григорий. Да, что-то с интернетом. Либо кто-то звонит вам, прерывается. Начиная от названия министерства, значит, было плохо слышно. Окей, я повторю. Нет, какая-то проблема с интернетом прерывается. Может, он перегрузиться может? Возможно. Давай, мы тогда сейчас, я переадресую вам вопрос, который, может быть, перегрузить. По поводу, я хотел уточнить, по поводу антитеррористических операций. Вы, собственно, все, практически свою службу занимались борьбой с терроризмом. Вы командовали антитеррористическим центром НАТО в Турции. Вот с точки зрения антитеррористической операции, было ли что-то подобное, делали что-то подобное войска НАТО? То есть, были ли какие-то штурмы и, так сказать, борьба на таком уровне? Нет, ничего такого подобного не было, конечно. Наоборот, все смотрят в сторону Израиля, чтобы понять, как они с этим боролись, что они делали. У израильтян, конечно, в тысячу-в тысячу раз больше опыта в борьбе с терроризмом, в том смысле, в котором мы понимаем терроризм. Потому что терроризм – это тоже такое размытое понятие. И когда-то, когда Айатоллы взяли наших заложников в Иране, мы пытались сделать такое что-то вроде такого «рейдон Энтеби», такой повторить Энтеби подвиг, но у нас не получилось, все пошло. Опять же, это Картер. И это как раз уничтожило Картера как президента. Эта операция провалилась, погибли там наши солдаты, ну и так далее. Мне интересно, что, Григорий, что израильтяне – хорошие вояки, но плохие переговорщики или договорщики. А весь мир всегда нас осуждался совершенно другой. Что евреи там воевать не умеют, руслеватые такие-то, но зато заболтать, уговорить кого-то. Потраговаться, да? Да, потраговаться. А у израильтян, у самих воинов, у самих израильтян, совершенно другое понятие. И на полном состоянии себя воспринимать. Да, но мы там, мы не сильные разговорщики, но грохнуть мы вас можем. Поэтому так вот каждый видит по-своему. И я, конечно же, здесь солидарен с нашим гостем или с капитаном израильской армии. Хамас уничтожил легко. Вот этих бородачей неграмотных, их легко убить. И мы должны смотреть, кто финансирует эти вещи. Откуда идет финансирование, откуда идет оружие. В Украине нет ракет. У этих больше ракет, чем у Украины и в России вместе взятых. Как они смогли это сделать? Это они под санкциями, они под эмбарго, под все, что можно против них использовалось. Стеной обнесены с обоих сторон. А они каким-то образом, у них оказалось больше, да, может быть, там не очень современных ракет, но ракет. И то же самое у Хазбулы. Напомню еще, что Хамас был, в принципе, создан, чтобы противовес быть Хазбуле. И так бывает, одна террористическая организация. Но в конце концов, они договариваются. У них один шайтан, против которого они начинают вместе воевать. Что поэтому уничтожить вот этих бородачей. Да, мы их уничтожим. Но если будет продолжаться финансирование, если будет продолжаться международная поддержка, то если все время будет давление на Израиль, на какую-либо другую страну, что это не гуманитарно, что это не то ничего, вырастет другая организация. Так она будет называться не Хамас, а будет называться Самах. Да, это, в общем-то, идеология. Мы убили одну, появился ИГИЛ. Мы убили ИГИЛ, появилась другая. Мы убили Алкайду, появилась. Что дальше? Уничтожится сейчас Хамас. Вы уничтожите этих боевиков, вы практически всех уничтожите. Что дальше? Каков дальше план? Вот где вопрос. Вот где будет. Как дальше будем реагировать? Опять те, которые сидят в Катаре, будут жить себе, и будем посылать им гуманитарную помощь, на которую они будут миллиарды себе там, и финансировать это все. Будем продолжать делать вот этот хаос, чтобы цены на нефть стояли высокие, а то, не дай бог, они упадут, и тогда не сможем финансировать войну в Украине. Вот пока мы это не прекратим, а это в основном занимается этим сегодняшняя наша власть. Надо быть честными в этом. Да. То это будет продолжаться. Это будет продолжаться, и люди будут гибнуть. А Тамара вернулся? Окей. Да, давайте вернемся к Григорию. Григорий, про конференцию, в которой вы участвовали. Да, я попробую продолжить, потому что я, честно говоря, не знаю, что было с интернетом. Так вот, я участвовал в воскресенье в закрытой конференции, которую организовало израильское министерство по делам диаспор, для того, чтобы разъяснить русскоязычным блогерам и журналистам официальную политику Израиля в отношении информационной борьбы против клеветы, которую распространяет Хамас, вот эта всякая марксистская пенка, которая засела в западных университетах и другие наши горячие в кавычках «друзья». Так вот, там впервые чиновник высокого уровня, а именно Юлия Эдельштейн, который, кстати, когда-то у меня в университете преподавал много лет назад историю еврейского народа. Значит, а сегодня он исполняет функции председателя комиссии по иностранным делам и обороне в нашем правительстве. Так вот, он официально заявил, что задача нашего государства не только уничтожение Хамаса и его руководства на территории сектора Газа, но и уничтожение политического руководства Хамаса безотносительно, в какой точке мира оно будет находиться. Это очень важное заявление, впервые прозвучавшее, на мой взгляд, из уст официального лица. Это безусловно должно быть нашей задачей, и это не должно иметь срока давности. Неважно, когда наши спецслужбы найдут этих прекрасных, милых, улыбчивых людей, которые живут в лучших гостиницах мира. Ну, а третье, я совершенно согласен с Гарри, для того, чтобы победить вот эти террористические организации и недостаточно успехов на поле боя, необходимо, и с этого, может быть, и нужно начинать, полностью блокировать их источники финансирования. То есть нужно действовать, воздействовать на те силы, на те политические силы, на те государства, на те режимы, на тех политических интересантов, которые субсидируют террор. И тут война должна быть столь же бескомпромиссной, как и на поле боя, потому что это враги такие же и такие же преступники. И с ними должен быть точно такой же спрос с них. Господа, на северной границе Хизбалла продолжает разогревать обстановку, несмотря на то, что вроде бы иранцы говорят, что они не хотят расширения войны, и вроде бы Хизбалла тоже говорит, что они не хотят расширения войны. Сейчас даже они пытаются примазаться вот к этой вот сделке, которая заключается по обмену заложников, примазаться в том плане, что они говорят, что если будет перерыв военных действий, то они тоже сделают перерыв военных действий. Но тем не менее, значит, идут обстрелы, вот пока мы с вами говорим, у меня, так сказать, в нижней части компьютера все время высвечивается сообщение, воздушная тревога в Шломе, воздушная тревога в Кириадшмоне, воздушная тревога, то есть по всему северу идут постоянные ракетные обстрелы. Должен ли Израиль или Соединенные Штаты взять на себя инициативу и каким-то образом разобраться с Хизбаллой? Потому что оставлять это так невозможно. Ну вот, Юрий, прекрасный, прекрасный, так сказать, повод обновить ваш авианосец Джеральд Форд, который вообще еще ни разу не бывал ни в каких передрягах, так сказать, провести боевое крещение. Кстати, это огромный ядерный авианосец. Когда он отошел от причала в первый раз, я думал, что кусок земли откололся и уходит. Это монстр. Конечно, мы должны, Александр. Конечно, мы должны. Мы обязаны, потому что Израиль считается нашим близким союзником не по понятиям, а по документам. Это тому, кому мы гарантируем безопасность, от того, на кого мы тратим много налогов. Конечно же, мы обязаны. Но что мы обязаны, и то же самое с Будапештским меморандумом в Украине, мы много чего обязаны, но мало что делаем сегодня. Потому что, опять же, идут обстрелы наших баз, не то, что Израиля, а наших, американских баз. Пострадало уже больше двух дюжин наших солдат. Ответ нулевой. Какие-то разбили две-два сарая удары, но никто не пострадал. А не самое главное, почему никто в этом не пострадал. Но, конечно же, это видится. Поэтому ожидать, что войдут с севера американцы или что-то будут там делать против Хасбулы, я думаю, что ожидать такого не стоит. И, опять же, так же, как и говорит Григорий, надо смотреть, откуда ноги растут. Кто это финансирует. Вот, например, при предыдущей нашей администрации, в первую очередь, что он сделал? Он выгнал палестинское представительство из Вашингтона. Второе, что он сделал? Он урезал все деньги, все деньги, которыми финансировался ЮНИСЕФ. Та часть объединенных наций, которые поддерживает Палестину. Не хотите решать вопрос? Арабский мир не хочет решать этот вопрос. Это не проблема Израиля. Все, денег мы вам больше не даем. Правда, потом пришла эта администрация, она вернула эти деньги. Вернула деньги, и сразу начались обстрелы Израиля. Конечно же, они готовились к этому, ко всему. Но эти левые силы, которые действуют и в Израиле, и у нас, и в Европе, тем более, с ними тяжелее намного бороться, чем с Хамасом. Но еще раз, избавимся от Хамаса. Что дальше? Кто появится следующий? Они появятся следующие, пока у них есть питание. И я считаю, что эту проблему нужно просто перенести с Израиля в арабский мир. Это их проблема, а не Израиля. Пусть они решают, что делать. А вот так, пусть они решают. Или никаких денег. Вот санкции на них накладывать. И санкции на это. Это ваша проблема. Это арабская проблема. Это люди, которые говорят на вашем языке, с вашей религией, со всем остальным. Вы решайте это. Почему вы создали это так, что это израильская проблема? Или американская проблема? Иначе мы уже в Абрамс-Акорде, и дальше, когда Саудовская Аравия уже была готова сотрудничать с Израилем, мы эту проблему начали решать. Таким образом это переходило, что у нас говорят, monkey on their head. Или мяч в их сторону был закинут. Они должны были. Но это было все сорвано. Опять же, вот такими вот действиями. Теперь Израиле ничего не остается, как действовать жестко и намеряясь. И не поддаваться давлению Запада. И левым силам в Израиле. А Григорий, проведение операции против Хизбаллы, к чему это может привести? Мы уже в этом кино были. У нас была зона безопасности, мы там постоянно держали войска. Ну что сейчас может сделать Израиль? Допустим, завтра он начнет наступление на Ливан. И что? Ну, во-первых, насколько мне известно, планы нашего военного руководства следующие. Закончить дело в Газе, получить обстрелянные подразделения, а потом провести ротацию. И те подразделения, те 100 тысяч человек, которые находятся сейчас на наших северных границах, приблизительно 100 тысяч человек, перебросить их в Газу, чтобы довершить там зачистку. А максимально хорошо подготовленные, экипированные и, что самое главное, обстрелянные подразделения перебросить на север. И решить вопрос в секторе газа. Прошубчение в Ливане. Единственное, как его можно решить, уничтожив ракетный потенциал, который превышает ракетный потенциал Российской Федерации по количеству ракетов. Это зайти на территорию Ливана и просто уничтожить их на земле. Потому что, как показывает практика Второй Ливанской войны, с воздуха такие проблемы решить невозможно. И что мы получаем на выхлопе? На выхлопе мы решили проблему военную в Газе, решили военную проблему на севере в Ливане и получили полумиллионную обстрелянную армию с максимальным уровнем боеготовности. А единственное государство, которое мне известно, которое имеет полностью обстрелянную армию на сегодняшний день в мире, это Украина. Я, кстати, в 2015 году имел удовольствие, как военный инструктор, обучать ВСУ по своей военной специальности. Имея такой козырь, в дальнейшем, я думаю, Израилю будет проще договариваться с вовменяемыми арабскими режимами для того, чтобы, наконец, на Ближнем Востоке наступил прочный и устойчивый мир. Да, действительно, это интересно. Господа, теперь, если можно, очень кратко, по две минуты. Поступило сообщение, что Москва, Белый дом сообщает, Вагнер может поставить ПВО Хизболея, Ирану. То есть российские ЧВК намерены предоставить российские комплексы ПВО в случае вступления в войну. Короче говоря, Россия начинает, ну, собственно, не начинает, а продолжает активно вмешиваться в эту войну и, так сказать, ну, мягко говоря, не на стороне Израиля. Какова роль Россия, на ваш взгляд, Юрий? Такие две минуты. Я еврей, Александр. Мне две минуты только на рассказы. И потом я старший офицер. Мне надо обратиться к войскам. Ну, опять же, что такое ВЧК Вагнер? И когда об этом говорят, я не понимаю. Это Россия. ВЧК Вагнер – это Россия. Это абсолютно государственные вооруженные бандиты российские, от которых Россия, как бы, говорит, что нет, они неофициальны. Но они абсолютно официальны. Откуда у частной военной компании ПВО? Это вообще соображается, нет? А я вам скажу, откуда все. И я не понимаю, зачем, нет, я понимаю, я просто не понимаю, почему другие не понимают, зачем Россия вмешивается в этот конфликт. У нее что, мало забот с Украиной, что ли? И откуда у России это ПВО? У нее само ПВО хреново работает. Они двух украинских каких-то дронов сбить не могут. Тем более давать это еще палестинцам. Зачем они? Так что этим действует Россия. Но, опять же, надо понять, а как она действует? Откуда? Они не свои дадут ПВО, я вас уверяю. Они какие-то ПВО, где они возьмут в какой-то арабской стране и передадут это. Они будут помогать. Они окажутся в Палестине. Но они скажут, что нет, это не мы, это ВЧК, это ЧК, это МОСАД, это еще что-то. Они будут валить. А я вам скажу, откуда. Потому что у них есть такой человек, Бут его зовут, Юрий Бут. Это тот, кого мы обменяли на наркоманку, лесбиянку, баскетболист. Нашли кого обменивать на кого. Неравноценный обмен. У нас там морской пехотинец сидит в России и бывший сотрудник Госдепа сидит там. На них не обменяли, обменяли на нее. И вот этот Бут сегодня очень активно работает и против Украины, и против Израиля. Потому что у него эти все контакты и все связи есть. Как и где находить. Он знает, кому он сливал и эти ракеты российские, и это ПВО российское. И все остальное смертонесущее оружие. И теперь он у них будет это закупать в три раза дороже и жить припеваючи. Вот такого человека передали России. Как этого Бута. А теперь будем удивляться, откуда у Хазбулы или у Хамаса, или у ИГИЛа, или у Талибана появилось то-то, то-то или то-то. Как Григорий уже сказал, у них больше ракет, чем у Российской Федерации, не говоря об Украине. Как они это создали, будучи под всеми санкциями и всеми эмбаргами в мире взятыми. И израильтяне, они под микроскопом у них. Вот так вот. Григорий, как вы считаете, роль ЧВК и вообще России в нашем конфликте просматривается? Знаете, я когда общаюсь с российскими зет-патриотами, они в истерике бьют себе пяткой в грудь всегда, что Сталин создал Израиль. Ну, во-первых, это лосс. А зачем вы с ними общаетесь? У меня очень своеобразный круг общения, я вам хочу сказать. Это мазохизм. Не бережет себя, не бережет. Это по долгу службы, да. Это по долгу службы. По казенной надобности. Так вот, я хотел бы напомнить всем, кто плохо знает историю, что войну на истощение, которая длилась в Израиле с 1967 по 1971 год, также военные историки называют израильско-советской войной, которая была закончена после того, как Израиль разгромил советские истребители над Суэцким каналом, над Синайским полуостровом. Просто в сухую вынес. Так вот, мы в свое время громили советские войска Великого, Могучего Советского Союза. И если надо, мы разгромим войска любой страны, которая будет сувать свой нос туда, куда не следует. Мы сможем защитить свои границы и свой суверенитет. Мы не очень хорошие переговорщики, но неплохие военные специалисты. Особенно, если нам будут помогать наши любимые, так сказать, уважаемые американские союзники. Вот-вот-вот, я уже вижу, зет-патриоты подняли крик и сказали, куда вы без американцев. Вы уже показали 7 октября, как вы свои границы защищаете. Вот если американцы вас бросят, то вам конец. Такого не может быть. Ну, я надеюсь. У нас может быть какая-то администрация больше-меньше. Но этого не может быть, потому что у нас очень сильные связи. Даже когда там в Украине антисемиты кричат, что Израиль, тоже там есть такой полковник, что израильтянине дали Iron Dome, железный купол, он даже своими мозгами куриными не понимает, что Iron Dome это не израильское оружие. Это совместное оружие США и Израиля. Оно принадлежит как Израилю, так и США. И таких оружий у нас очень-очень много совместных проектов. У нас были с самолетами совместные проекты. Рафаэль, по-моему, он назывался, я сейчас не помню. Нет, не Рафаэль, он назывался. Лови. Лови, по-моему. Лови. Проект назывался Лови. Да, у нас были много противовоздушные обороны. И даже в Меркове есть компоненты, которые Соединенных Штатов Америки. Точно так же, как в F-16, F-35, которые израильтяне пользуются. Там есть компоненты израильские. Поэтому с военной точки зрения этого не может быть. И потом, слушайте, если с Израилем что-то будет, тогда все. Миру капец. Не потому что там из-за религиозных, ну из-за этого тоже глубоко религиозных вещей. Потому что эта демократия, это те ценности, которые разделяет весь Запад или должен разделять. В мире этого безумия, в мире этого Средневековья. Поэтому, если что-то случится с Израилем, то случится со всеми с нами. А это уже, смотрите на Швецию, смотрите на Европу. Что происходит? Это происходит, что идет война между тремя мирами. Если раньше война шла между двумя мирами, там капиталистическим и социалистическим, чуть больше, чуть меньше в одном или в другом, то сегодня это исламистский, не путать его с исламским, исламистский вот этот террористический мир, левый вот этот социалистический мир и правый вот этот капиталистический мир. Но что случилось? Вот эти исламисты объединились с леваками. Те, которые никак не могут понять, каким туалетом они пользуются, они объединились с ними против вот этого капиталистического мира, но в котором находится Израиль. Поэтому это война миров. Это не просто там какая-то территория или религия или идеология. Это уже война миров, в которую мы сегодня ввязаны. А Израиль и Украина, это вот на острие копья находятся в этой войне. Вы упомянули Швецию, сегодня был там грандиозный митинг в поддержку Палестины, где они в открытую говорили, что если, значит, Израиль не прекратит войну, то интифада будет по всей Европе. Честно, откровенно, ясно, просто. Так это значит, мы должны продолжать. Это же значит, мы должны продолжать. Так они же обманут. Дальше слов у них обычно не идет все это разговоры. Много их приехало защищать Палестину. Из Европы, из той же Швеции. Они всех орать там на площадях, это они гораздо. Так приезжайте, помогите. Как пел Высоцкий, я бы тоже героем ходил, если бы это было не насмерть. Так бы, конечно, я героем. Господа, еще один вопрос. Пока вот идет весь этот междусобойчик между Израилем, Хамасом, Хизбалло и прочее. Пока немножко отвлеклись все от войны в Украине. Как говорится, Васька слушает Деест. Иран продолжает усиленными темпами развивать свою ядерную программу и, в общем-то, приближается к точке невозврата. На Ваш взгляд, не является ли сейчас ситуация, когда, ну, как бы, все готовы у американцев, тут флот, есть столько поводов, Израиль воюет. Не появилась ли возможность удобная вот именно сейчас разобраться с Ираном? Юрий. Ну, опять же, может быть, она и появилась. Но, опять же, они бомбят наши базы, мы не отвечаем. А как же мы можем говорить о еще каких-то более операциях, которые мы даже не отвечаем за то, что у нас... Вот, по-моему, вчера еще раз мы запустили по какой-то базе в Сирии. Но больших утрат там не было. Поэтому это странно, что даже мы можем думать о том, что мы сейчас начнем разбираться с Ираном. Тогда зачем же мы им даем 10 миллиардов долларов опять? Вот я не понимаю. И самое главное, что господин Блинкин выходит и говорит, нет, эти деньги идут только на гуманитарий, только там на гуманитарные. Помню, никаких военных. И я сижу и думаю, ну, даже с моим маленьким военным мозгом, который уже покрылся пленочкой от всего этого, я сижу и думаю, хорошо, вот у меня 100 долларов есть, 50 долларов я трачу на еду, а 50 долларов я трачу на боеприпасы для своего пистолета, патроны. Теперь вы мне даете 50 долларов на еду, значит, что я делаю со своими 50 долларами, которыми я тратил раньше на еду, теперь я их потрачу на патроны, правильно? Думаю, что да. И утверждать, что нет, эти деньги идут только на гуманитарий. То есть, такие крапленные карты, да? Но деньги, которые они освобождают в Иране, теперь пойдут на ядерную программу. И еще я считаю, что это просто какое-то предательство или просто разрушение мира, в котором мы так жаждали жить. И в Израиле, и в Америке, и в Европе. И вот это идет разрушение. Зачем они в Швецию приехали все? Чтобы теперь ее превратить в фляж, от того, от чего они бежали? У меня сегодня тоже, там, где мы гуляем, была конфронтация с Калифорнией. Мы там говорили, что у нас одного человека, там у него, к нему два вооруженных бандита ворвались к нему на его территорию, и он вытащил пистолет там и их спугнул. Стал там по ним строить, и они убежали. Так вот, полиция у него лицензию на пистолет отобрала. А зачем у него вообще лицензия? Вот мне чудак из Калифорнии говорит, потому что у нас в Калифорнии такие законы. Я говорю, ну это неправильный закон, это Америка. У нас есть Конституция, вторая поправка, где ты в доме можешь держать любое оружие без какой-либо лицензии. Он говорит, а в Калифорнии у нас по-другому. И это правильно. Я говорю, ну я не понимаю, зачем вы приезжаете тогда во Флориду, где у нас закон, что мы можем носить оружие вообще без какой-либо лицензии. То есть вообще любой человек может приобрести оружие? Любой человек. Нет, приобрести он не может. Приобрести может только тот человек, которого нет криминального, прошлого, человек, который ничего не нарушал. Но если ты законопослушный гражданин, ты имеешь право иметь оружие. То есть без специального разрешения? Без специального. А в доме, десанты это сейчас делал, а в доме ты можешь иметь любое оружие, чтобы защищать себя. А в Калифорнии даже надо иметь лицензию, чтобы иметь в доме. Но это уже против нашей Конституции. Но дело не в этом. Дело все в том, что зачем приезжаете вы туда и хотите эти же законы, от которых вы бежали. И вот то же самое с арабским миром или с мусульманским миром. Зачем вы приезжаете в ту страну, не хотите ассимилироваться, не хотите жить по этим законам, а хотите не только жить по своим старым законам, старым традициям, но еще и заставляете других хозяев этого дома. Вы пришли в гости и начинаете им говорить, как надо жарить котлеты, иначе вы им дом сожгете, потому что они к вам плохо относятся. Мне это непонятно. Да, но это, к сожалению, у них совершенно ясная, четкая цель. Они, кстати, ее не скрывают, что тут непонятного. Их задача завоевать весь мир. То есть они говорят, что Европа будет наша. Они же честно об этом говорят, Юрий. Почему вы не понимаете? А вот... Они честно говорят, откровенно. Я уважаю меня. Они ребята прямые, прямые вот такие. У меня... Я их только уважаю за это. Я не уважаю нас за то, что мы лебезимы пытаемся объяснить, дать этому какое-то объяснение гуманитарное. Я хочу у Григория спросить, а как так получилось? Это правда или нет? Что в Газе в 85-м или 86-м году было всего лишь 250 тысяч человек. А сейчас 2 миллиона. Это они... Вы их так угнетаете, что они так разморозны? Это очень хороший вопрос. Да, мы даже... У нас есть такая программа. Мы специально сделали на эту тему. Кстати, мы можем дать сносочку. Мы там с Давидом Эдельманом как раз проследили, сколько их было там в начале века. И как вот они там... Каждые 10 лет или 20 удваивается количество населения. Это следствие суровой поступи сионистского агрессора, который с суровым солдатским сапогом попирает свободолюбивый палестинский народ. У меня из окон моего дома, в моей квартире, где я живу в Иерусалиме, под определенным ракурсом видны... Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Те придурки, которые думают, что Григорий говорит честно, это сарказм. Это сарказм. Сейчас они начнут писать. А, вот признался. Сейчас они спаганы. Просто да, и спасибо, Гарик, что вы поправили. Я просто забыл, что с определенной публикой мы работаем, которым неизвестно слово сарказм. Так вот, у меня из... Им неизвестно слово мозги тоже. Да, у меня видны прыгеры-де-рамалы там под определенным ракурсом, где цены на квартиры сравнялись с ценами в Иерусалиме недавно. Так вот, по поводу сектора газа, мы не только их там угнетаем, так сказать. Мы предоставляли до войны ежедневно возможность 50 тысячам палестинцев из Газы приезжать в Израиль на работу. Я помню очень давно, я служил на блокпосту Эрос, главном блокпосту между Газой и Израилем, где меня чуть не убили эти палестинские рабочие, добрые палестинские рабочие. Вот, по случайности остался в живых. Сегодня уже наши спецслужбы заявили, что, в принципе, все вот эти вот люди, 50 тысяч человек ежедневно, которые попадали на территорию Израиля, они все шпионили в пользу Хамаса. Поэтому и имел Хамас только информации про израильские тылы. Так вот, помимо этого, мы построили, как известно, больницу Шифа, где работали израильские врачи, израильский медперсонал. И за несколько дней до начала войны летал туда израильский профессор для того, чтобы провести там сложную операцию. В этой больнице, как известно, в ее казематах Хамас устроил, по его мнению, неприступную крепость, которую израильская армия, в общем-то, без особых усилий захватила. И без особых потерь, да, хотя там, конечно, каждый наш солдат погибший, это большое горе для нас, но нам тут порочили тысячи погибших. Так вот, угнетали мы их таким образом, что, как вы совершенно справедливо заметили, население там увеличилось четыре раза за 40 лет. Ну вот, такие, в общем-то, результаты демографии. Я, кстати, скажу вам, вот вы сказали, Гарри, мысль, которую я с другой стороны транслирую все время, но говорим мы о том же. Вы сказали очень хорошую мысль, что проблема радикального арабского террора должна быть арабской проблемой, а не еврейской, не американской, не европейской проблемой. И я в этой связи хочу сказать, что мне представляется единственное правильное решение по завершению войны, когда Израиль уничтожит Хамас как военную структуру, после этого на международные деньги отреставрировать там все, значит, привести там все в хорошее состояние, и передать это под административный контроль Египта. То есть это же было египетское решение. Да, Египт их не хочет. Конечно. Осталось уговорить Ротшильда, как в том анекдоте. Браво, браво. А не надо у него спрашивать. Не надо у него спрашивать. Надо ему дать столько денег, чтобы он захотел. Вот. И это будет проблема Египта после этого. Нет, деньги Египет возьмет. Тут сомневаться не стоит. Это коррупция. А вот захочет. Я не участвую в вашей коррупционной системе. В ваших сомнительных еврейских махинациях. Махинациях, да. Бедный Египет теперь подставляет. Я вообще не понимаю. Я вообще не понимаю. Я думаю... Знаете, почему я живу на берегу океана? Александр знает. Я не знаю, или вы знаете. Ну, купаться. Потому что... Нет. Потому что я таким образом окружен идиотами с трех сторон. Я не понимаю. Вот как-то меня в посольстве, там, в американском. Меня спросили наши внутренние эти КГБшники. Ну, секьюрники. Они говорят, думаешь, вот эти вольно наемные русские, которых мы нанимаем, они работают на КГБ? Ледоносик. Я подумал, если тебе надо такой вопрос меня спросить, как ты попал на эту работу? А какой у них выход есть? Любой человек, которому разрешили в России работать в американском посольстве, он должен докладывать все, что происходит в этом, куда у него есть допуск, или что он делает, КГБ? Думаю, раз в неделю минимум его... Он приходит и пишет доклад. Иначе его просто не пропустят. Не дадут там работать. Что вы думали? Эти палестинцы из газа приходят на работу. Вы думаете, просто потому, что вы им создали человеческие условия для работы. Они, может быть, даже и хорошие люди. Но они возвращаются туда. А там их ждет Ахмед с большим тесаком и говорит, ну, что там тебе, евреи, там это делали, как они тебя там пытали, мучили и все. И он им рассказывает. А какой у него еще выход есть? Неужели это израильской разведки, когда говорят израильтяне или там евреи умные. Вот когда такое случается, у меня такое впечатление, что кто-то на нас навел, что мы умные. Это и его там надо быть полным. Представляете, когда это 7 числа вслед за отборными этими самыми боевиками Хамаса поперло, так сказать, мирное население, они же туда пришли люди, которые знали, которые в этих кибуцах работали, которые знали, где ключи от тракторов висят у них там на гвоздике, где у них все закрыто, где у них что находится, где ценные вещи. То есть они возглавили вот эту вот орду, которая занималась грабежами. Я говорю, мне в первый момент было очень странно, когда там показано, там вереница тракторов едет, там какие-то бульдозы, какая-то техника. Значит, они ее как-то завели, они где-то взяли ключи. Потом я вспомнил, сколько раз я бывал в кибуцах, там в определенном месте на гвоздике они висят. Они знали, где этот гвоздик. Они сами работали. Так что ничего удивительного. Да. Да. Странно. Это очень странно. Там, допустим, украинцы, которые не коллаборанты с русскими, они понимают, что они все равно остаются в Украине. Поэтому им смысла нет. Тут тоже просто на выживание нужно иметь какой-то сенс. у людей есть инстинкт выживания. Но если украинец будет работать в каком-то министерстве, даже уборщиком, или даже садовником, или поваром, или шофером в каком-то министерстве в Украине, а потом ехать, жить в Россию, через границу переходить, будьте уверены, что они, то, что у нас называется фам, раскачать будут с него все, что есть. А как иначе? Что тут, и вот для меня это, конечно, очень странно и такая, было узнать это про израильтя. И опять же, с крокодилами жить нельзя. Ну, нельзя. Ну, не уговорите вы их быть травоядными. Они сожрут все равно этих лягушек, а потом вас. Но вопрос все равно остается открытым, потому что, вот, Григорий, вы говорите, передать Египту. Египет упирается. То есть, это должна быть какая-то действительно какая-то коалиция арабских стран, которым столько дадут денег, что им воровать не переворовать. И вот тогда, может быть, что-то из этого получится. А я считаю, что нет. Я считаю, что им деньги надо не давать. Вот как Ирану мы даем деньги, думаю, что они будут хорошие. А у них деньги надо отнимать. Вот если не возьмете, то мы у вас отнимем деньги. Вот тогда, может быть, они не обманут. Ну, Египта там отбирать нечего. Как мой папа говорил, Кишин Тухас и Гиббен Гелд всегда успеешь. Переведите для общественности. Поцеловать в жопу и отдать деньги ты всегда успеешь. Заметьте, не я это сказал. Господа, спасибо. Спасибо большое. Я только перевел. Да, перевел папу. Папу надо цитировать. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня у нас были два капитана. Капитан... А я считаю, что программа была абсолютно неинтересная. Да. Я вас предупреждал. Ты разу не подрались. Потому что у нас... Потому что, да, потому что с Григорием те программы, которые я видел с ним, мы, в принципе, мыслим одинаково, поэтому это неинтересно. Не знаю, мне показалось, что это неинтересно. сказать, я хочу вам сказать, что мы действительно по многим вопросам схожи во мнениях, однако мы рассматриваем зачастую одну и ту же проблему с разных сторон. Я хотел бы тут напомнить нашим зрителям, что мы с Гарри были два офицера разных армий, которые с одинаковым рвением опровергали бредни, который нес один отставной полковник украинской армии, касающийся вопросов противовоздушной обороны, военно-воздушных сил, а также оценок, которые он давал израильтянам и еврейскому народу. Мелочь, мелочь в такси, мелочь в такси, что вообще ракетной системы у Украины нет из-за израильтян. Израильтяне виноваты, что нет ракеты у Украины. И по всем каналам его крутят. Вот в Америке вышел бы такой один раз на какой-нибудь канал, его больше близко бы никуда не пропустили. Я, кстати, был единственным израильским офицером, который неоднократно его, так сказать, ставил на место в виртуальном пространстве. Ну, надеюсь, меня дальше будут поддерживать коллеги. Я поддерживаю, просто надо еще в правильную позу его поставить. И тех, кто его продвигает тоже. Я, например, с Юлией Латыниной из-за этого сцепился. Ну, господа, про войну Украины с Россией мы поговорим, может быть, в следующей программе. На этом мы прощаемся. Господа, подписывайтесь на каналы в Ютубе Гарри Юрия Табаха и Григория Тамара. У них интересные и содержательные программы. А наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания.